три горки сейчас они работают глубина бассейна горками 120 сантиметров вот у нас здесь настольный теннис а там у нас проводится какая-то фитнес аэробика так друзья показываю вам пляж гостиницы клапан сула а как вообще гостиница нравится не нравится веселая так показываю теперь уже номер категории стандарт потому что перед этим был номер категория в панели мини-баре водичка газированная не газированная и соки вы тоже увидели отзыв туриста с которым не удалось поговорить когда мы были на пляже друзья всем привет в этом видео показываю вам гостиницу клапан сула resort and spa 5 звезд которые находятся в регионе аланья погнали на смотрите вот она здание гостиницы внешней стороны вот так она выглядит вот мы заходим холл гостиницы сразу у нас слева стойка reception там где гости данной гостиницы проходит регистрацию перед заселением номер и пока я вам буду показывать территорию отеля сразу расскажу некоторые моменты и нюансы значит первое это расположение 110 километров от аэропорта анталии поселок конаклы а это означает что трансфер будет довольно продолжительный ну как минимум более двух часов потому что по пути будут и другие отели в которые будут развозить тех же туристов которые будут ехать с вами в автобусе так что запасайтесь водичкой с собой в автобус в этом нет ничего критического но обязательно обратите внимание на продолжительность трансфера и сразу давайте разберем что есть за территорией отеля значит примерно в 300 метров от отеля в сторону алани это противоположная сторона откуда вас туристов привозят есть небольшой парк возле этого парка есть две улицы на которых расположены различные магазины сувенирные лавки бутики и тому подобное тут вы можете купить какую-то одежду если она вам нужна различные сувениры лукум в общем все что угодно если у вас будет желание дальше если пройтись еще примерно 400 метров в сторону алани есть еще торговый центр в котором есть даже макдональдс мегрос и другие магазины за этим торговым центром есть скромный луна парк так что не обязательно куда-то ехать далеко если нужны какие-то небольшие скромные аттракционы и буквально если еще немножко пройтись в сторону алани примерно 150 метров от луна парка вы сможете посмотреть на шаровсинский караван сарай это такая древняя крепость которая выполнила роль придорожной гостиницы на великом шелковом пути так что если у вас будет и желание и интерес выйти прогуляться за территорию отеля то этой скромной инфраструктуры вполне достаточно для того чтобы сменить обстановку тем более что расположение отеля относительно инфраструктуры вполне нормальное идем дальше смотрите какая зеленая территория вот у нас здесь настольный теннис а там у нас проводится какая-то фитнес аэробика тут у нас еще один снэк бар смотрите значит мороженое дают мы подходим уже к пляжу гостиницы так его кстати возле этого снэк бара у нас находится амфитеатр гостиницы где проводится вечерняя анимация так друзья показываю вам пляж гостиницы клапан сула посмотрите весь пляж в основном вот такая вот галька такой вот практик вот такого вот размера надеюсь видно вам идем дальше сейчас покажу вам заход моря смотрите когда мы подходим к морю тут у нас уже мелкая галька ну я бы назвал это галечным песком вот так вот дальше там уже чуть чуть крупнее галька такую как я вам на пляже показал скажите пожалуйста там крупная галька внизу или сильно крупная или как с ладошку вот такая галька там ну а как заходить можно не сложно я понял хорошо но нет нету ничего опасного такого я понял спасибо большое а как вообще гостиница нравится не нравится веселая а как питание ну а из мясных блюд что там какое мясо используется есть разновидности я понял спасибо большое хорошего отдыха так смотрите друзья вот у нас шезлонги и накрытие над шезлонгами шезлонги здесь у нас на пляже пластиковые на них есть матрасы накрытие конечно уже старенькая видно но опять я не думаю что она как-то критически влияет на качество отдыха так друзья показываю вам номер категории стандарт гостиницы club insula beach resort 5 звезд смотрите как выглядит номер здесь у нас одна кровать фрэнч б 2 кровати односпальные возможно меня не понял сотрудник гостиницы он не понимает русского языка вам сказал мне это номер категории стандарт ладно дальше уточним показываю вам балкон с этого номера есть у нас два стула столик балкон компактный есть вешалки для белья чтобы можно было посушить смотрите вот у нас вид из этого номера значит тут он выходит на внешнюю сторону гостиницы как видите здесь есть проездная дорога ну в целом когда номер был закрыт никаких шумов от проезжих машин я не слышал вообще никаких ну и территория которая есть перед зданием гостиницы club insula так мини бар сейчас посмотрим что здесь есть есть у нас две водички не газированная водичка газированная ну и пару соков и вот так вот выглядит санузел в этом номере значит умывальник мыло фен так дальше вот у нас душевая кабина так душевая кабина чистая принципе но видно что не новое так показываю теперь уже номер категории стандарт потому что перед этим был номер категория поняли значит вот санузел умывальник фен мыло дальше душевая кабинка вот она так выглядит ну и самым непосредственный номер смотрите одна кровать french bad она цельная это не то что из двух половинок дальше мини бар мини баре водичка газированная не газированная и соки естественно есть и телевизор дальше показываю вид из балкона балкон компактный есть два стула пластиковых вешалка для одежды чтобы посушить но и вот такой вот вид на территорию гостиницы и на море вот значит у нас получается бассейн и дальше еще один бассейн с горками и там уже идет пляж гостиницы еще раз напоминаю гостиница на первой линии так друзья в общем вот так вот выглядит гостиница клапин слова resort and span который находится в алании это пять звезд находится на первой линии друзья все что увидел мне очень понравилось принципе вполне адекватные пятизвездочная гостиница я вам показал как выглядит номера номера ну честно говоря те что номера нам показали выглядят в отличном обычном состоянии для гостинице такого уровня еще раз напомню гостиница я бы не отнес бы ее к эконому я бы наверное отнес бы к нормальной пятизвездочной гостинице вот единственное что по питанию видите как бы мы поговорили с туристами туристы говорят что питание где-то будет на 4 возможно это оценка на 4 возможно они приравняли к 4 звездочной гостиницы питания любом случае в целом вы тоже увидели отзыв туриста с которой мне удалось поговорить когда мы были на пляже территория мне понравилось она достаточно такая компактная и в то же время не совсем маленькая она зеленая и в целом гостиницы когда я зашел только в нее я вот почувствовал такой вот достаточно принципе веселую атмосферу то есть вам на отдыхе не будет скучно в этой гостинице это тоже один из немаловажных моментов если вы выбираете гостиницу для того чтобы вам было интересно да если вы конечно же хотите уединиться то нужно выбирать совсем другой тип гостиницы но эта гостиница вполне интересная лично в том виде как я ее увидел в общем друзья пишите в комментариях ваше мнение по данной гостинице напишите если вы здесь отдыхали что вам понравилось что не понравилось как гостиница с питанием как у вас было с обслуживанием как вам относился персонал гостиницы напишите это все ваше мнение в комментариях под этим видео я обязательно это все почитаю и не забывайте подписываться на наш канал чтобы быть в курсе всей полезной информации для того чтобы все ваши путешествия проходили только с положительными впечатлениями